Девушки отдыхают 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 Привет! Привет! Приветствую! Креативный продюсер шоу «Холостяк» и уваженны и счастливы. Модель, спевак, дизайнер. Олексей Гладушевский, известный неординарным мысленням и отсутностью комплексов. Но совсем недавно появилось то, что заставило Олексея червонить. Это колбаски на гриле. И теперь мне точно известно, сколько все это в семье. Все пикантные детали колбасных комплексов Гладушевского замыть. Это тоже ответ на мой нелепый вопрос. Отец у меня живет в Одессе. Вижу я его очень редко. Когда к нему приезжаю, хочется чем-то порадовать. Папа у меня очень любит покушать. И решили купить колбаски. Мы приготовили, попробовали. И закончилось все казусом. То есть они, по-видимому, были испорчены. Выходить из дома не получилось. Я отцу пообещал, я приготовлю сам. Какого дура я пообещал это сделать, я не знаю, потому что готовить я плохо очень умею. Решил прорепетировать. Мы с друзьями были на даче. Не получилось, что ли? Не получилось совсем. Они прилипли для начала. Потом, когда их начали отдирать с кусками какими-то. Ну, очень стыдно. Вот. Не похоже на съедобное. Можно сделать наглядный посебник, как не нужно делать. Поэтому я и пришел за советом и за помощью. Мы не только приготовим блюдо, мы сделаем еще и прекрасный портрет. Ты красивый. Колбаски для гриля великолепные. В общем, хорошо. Сегодня, шановне, я научу вас готовить аж три вида смаженных колбасок. Традиционные соковитые мясные колбаски с яловичины и свинины, известные на весь свет и нижние, как перьинка, баварские колбаски до пива. А также ароматные курячие колбаски в оригинальной оболонте с курячих шкирок. За один час три вида колбасок. Откровенно говоря, я полагала, что баварские колбаски дома вообще приготовить невозможно. Это для меня какое-то открытие. Алексей, я прям тебе завидую. Я сам себе завидую. Хорошее у тебя настроение? А вот кулинарный тест. Традиционное испытание для всех наших гостей, которые приходят с кулинарной проблемой, чтобы ее решить. И очень важно, чтобы вы отвечали на вопросы вместе с Алексеем и определились, какие проблемы есть, возможно, у вас, связанные с колбасками на гриле. Готов? Готов. Первый вопрос кулинарного теста. Что сделать, чтобы фарш для колбасок равномерно пропитался специями? Вымешать не меньше получаса. Тщательно отбить. Положить в холодильник. Добавить растительное масло. Тщательно отбить. Вот у меня есть ощущение. Я, сколько помню, кухню постоянно там женщины все, которые со мной жили, они постоянно что-то тщательно отбивали. Вот у меня мясо ассоциируется с тщательно отбить. Действительно есть рецепты, в которых мы тщательно отбиваем фарш. Для этого вида колбасок, этот метод неправильный. А какая должна быть правильная ответственность? Я расскажу чуть-чуть позже. А мы пока переходим ко второму вопросу кулинарного теста. Что сделать с колбасками, чтобы оболочка не лопнула во время жарки? Смазать растительным маслом. Опустить в кипяток. Обмотать по всей длине кулинарной нитью. Обмахивать веером во время жарки. Скорее всего, вариант обмотать нитью. Відповідь снова неправильна. И, Алексей, я тебе рекомендую зібраться, потому что там еще три теста, хоть на один нужно ответить. Третий вопрос кулинарного теста. Как часто переворачивать колбаски на гриле, чтобы они не подгорели? Каждые две минуты, каждые пять минут, каждые семь минут, и, наконец, каждые десять минут. Каждые пять. Это відповідь правильна. И ты молодец. Ух ты! Потому что я понял, что нужно немножко взять меньше, чем так, как я делал. Семь-десять минут, то есть тут логика моя сработала просто. Что сделать с колбасками, чтобы их корочка была хрустящей? Сбрызнуть лимонным соком? Обвалять в кукурузной муке? Полить сахарным сиропом? Обвалять в панировочных сухарях? Ну, давай попробуем кукурузную муку. Ну, ця відповідь снова неправильна. Пятый вопрос кулинарного теста. Как долго жарить колбаски на гриле, чтобы они хорошо прожарились? Семь-десять минут? Двенадцать-пятнадцать минут? Двадцать-двадцать пять минут? Сорок пять минут? Если включить логику, то, наверное, вариант три. Двадцать-двадцать пять минут. Это правильный ответ. Итак, два правильных ответа у Алексея. Возможно, вы даже лучше ответили. И это повод оставаться с нами. Потому что сегодня Игорь обязательно расскажет еще больше секретов о приготовлении вкуснейших колбасок на гриле. Пусть снимем мы с выбора мяса. Алексей, что ты купил? Давай подеемся. Алексея попросили купить мясо для колбасы-гриль. О-о-о-о. Небось пришел и сказал, дайте мне самое лучшее, самое дорогое мясо. Ты права. Это марнотраство. Это лучшая часть яловичины. Как это слишком хорошая? Самая яловичная вырезка. Нежная, потому что она не двигается. Но она сухая. И колбаски выйдут сухими. Я понял. А как правильно выбрать? Чтобы колбаски были смачными, важно брать два вида мяса. Классичный вариант – это дуэт яловичины и свинины. Свинина додает суховитости, а яловичина мясного смаку. И получается баланс. Мы уже неоднократно учились выбирать мясо для приготовления самых разных блюд. У меня здесь на кухне даже есть специально обученная свинка. Вот. Чем больше какой-то частью тела свинья или другое животное двигает, чем жестче мясо. Поэтому, например, лопатка – вот это вот место. Здесь мясо более сухое и более жесткое. А вот это место – шея. Это почти самое мягкое мясо у свинины. А все почему, Алексей? У свинины грустная жизнь. Она вот так вот голову опустила и живет. Поэтому, в принципе, она этим местом не шевелит. Здесь мышцы слабенькие, а мясо нежное. И еще хорошая вырезка. У свинины она пожирнее. К слову сказать, и дешевле. Вырезка находится вот здесь, где-то внутри. Это тоже часть, которой свинья практически не шевелит. Мясо нежное. А у меня для тебя есть подарок. Ооо, какая веселая корова. Для колбасок нам найкраще подъедет толстый край. Он находится вот здесь. Это тоже очень мягкая часть коровича и туши. Вот же, если мы объединяем мясо яловича с ошейком свиним, у нас получится как раз нормальная жирность колбасок. Также наиболее письменные частины яловичины – это нижняя и верхняя частины стегна. А также передняя частина лопатки. Я такие вещи не знал. Вот это мясо у нас будет для классических колбасок. А также мы возьмем мясо для баварских и для курячих колбасок. Знаешь, где свинина, где говядина? Свинина вот эта вот должна быть жирнее. А если вот так? Свинина. Нет? Не угадал? Телятина. Правильная ответственность. Телятина. Яловична, больше червона, больше плотнейшая. Телятина, больше нижнейшая, с приемным розовым оттенком. Мы забираем телятину. Она нам будет нужна для баварских колбасок. Телятина вот с этим была похожа. По цвету, да. Но свинина более жирная, так ее можно определить. Причем, если свинина свежая, то жир вот этот будет вот такой молочного цвета, практически белый. И если ты нажимаешь на него, то оно должно быть упругим. Да, упругим. Хорошее мясо. А теперь, увага, первый важливый момент у приготовления колбасок. Мясо нужно дробненько нарисовать ножем, а не пропустить через мясорубку. Мясорубка разрывает мясо на куски и выделяется очень много соков. И колбаски получаются не сочными. Алексей, как ты думаешь, что нужно сделать с мясом, чтобы было легче его нарисовать? Ну, оно не прорежет, разве, ножом каким-то? Воно будет бегать, потому что оно, бачите, ось. Мясо нужно подморозить. А-а-а. Если мы возьмем вот такой кусок мяса, который имеет полкилограмма, он будет долго морозиться, то есть годину, полтора, а то и две. А так, как мы хотим колбаски уже есть, и чтобы быстрее это сделать, нам нужно его порезать на шмачки толщиной 5-7 сантиметров. Алексей, будь ласка, нарезайте мясо. Вот так вот, да? Примерно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Надейка, возьми куриные бедрышки. Потребно отделить шкиру и вынять кистку. Это куриные бедрышки, из которых мы будем готовить колбаски куриные. Оболочка будет вот из этой кожицы, да? Отделить шкурку от куриного бедра довольно легкая задача, потому что она сама отделяется. Когда Сергей Калинин учил нас готовить куриные бедрышки, то он рассказал один секрет. Для того, чтобы удалить вот эту косточку, подрезаем вот здесь вот сухожилие вокруг косточки. И затем постепенно туда просовываем и вынимаем косточку. И там получается кармашек. Для тех, у кого руки не очень хорошо, это вот. А у нас нет здесь таких, у нас у всех все хорошо. Я на кухне, пока... А смотри, как он еще быстрее меня сейчас сделает. Смотри, кармашек. Вот это кармашек. Косточек, посмотри. С Олексеевой, оцей, что он сделал кисточки, можно сварить бульон и еще какие-то блинчики сделать. Надейка, дай, будь ласка, мне пленку. С удовольствием. Мы берем пленку харчовую, выкладываем вот такими кусками мяса. Вот так, прикрываем плевкою. Ты ты саме сделаешь с Яловичем. Игорек, что делать с вот этой вот курицей? Курица и мясо нужно выкладывать в один шар и также поставить в морозилку. Мясо для баварских колбасок мы не отправляем в морозилку. Но про это чуть-чуть позже. У тебя есть какие-то фобии, знаешь, как у многих звезд? Ой, я так боюсь пауков. У меня фобия не заболеть вот этой болезнью. А что ты для этого делаешь, чтобы не заразиться? Раз в неделю или в две сажусь и вспоминаю, кто я, откуда. Я простой одесский парень, который пахал продавцом в магазине, видеокассеты и одежды. И разгружали мы эти ящики для филиппинских кораблей с этими, когда-то только диски появлялись. Переехал в Киев, начал работу на телевидении. Мальчик на побегушках, потом журналист, сценарист, шеф-редактор, руководитель проекта. Ну и потом уже как бы творческое объединение. Теперь мы беремо мясо, мы его так складаемо и ставим в морозильную камеру. Мясо нужно выложить в камеру в один шар. Ему вистачить 15-20 минут. А мы пока что будем делать? А мы сейчас перейдемо до основной частини колбасок. Это оболонка. Какие ты оболонки брал? Я попросил просто для колбасы и даже, честно говоря, не понял, что они дали. Скорее всего, тебе продали оболонки разных животных. Поэтому часть из них разлезла, а часть осталась жесткой. Сейчас мы сравнимо оболонки разных животных. Свина оболочка больше нежней и лучше засвоивается людским организмом. Яловичи кишки можно также использовать для колбасок, но они грубящие и в колбасах корочка будет очень жесткой. Можно отрезать свинную оболонку из яловичей по диаметру самой кишки. Диаметр свиной оболочки 3-3,5 см. А яловича имеет диаметр 5-6 см. Если сделать колбаски с яловичей оболочки, они будут толстейшими. И они будут очень плохо в середине просмаживаться. Отже, нам нужно брать свинячую оболочку. А вот это что за странный образец? Это баранья оболонка, которую мы будем использовать для приготовления самых вкусных баварских колбасок. Баранья кишки даже внешне как-то отличаются от свиных и говяжек. Баранья кишка – одна из тоньших оболочек, який есть в тварин. Ей диаметр 1,5-2 см. Так, конечно, видно. Для приготовления колбасок нам нужно 1 метр свинячей оболочки и 1 метр бараньячей оболочки. Как ты приготовил их? Ну, помил хорошо просто, и потом начал фаршировать. А помил как? В середине и с верху, или только с верху? Только с верху. Я научу тебе правильно промивать оболочку. Давай. Мы берем оболонку, промиваем, а потом берем вот так. Потом делаем вот так. Потом делаем вот так. И делаем вот так. Поменяемся? Давай. Мы в детстве так шарики наполняли водой и сбрасывали с балконов. Под струманом воды оболонка вымивается из зоны, из середины. Молодець. Нам потребна вот такая посудинка. А теперь самое интересное. Ввернуть бараньячу кишку на виварить. Ну, она тоньше намного. Просто поменяемся местами, я быстро это постараюсь сделать. Смотри, как ловко получается. Промить оболонку – это первый этап подготовки. Другой этап – ее нужно замочить в специальном розчинке. Нам нужна сода, оцид, а также мы додаем лавровые листья и цибулю. На метр свинячих и метр бараньях кишок нам потребна приблизно пів литра воды. Цибулю нам потребна будет порезати кольцями. Любимое занятие. Серьезно? Конечно нет, это ужас. А кто же тебе готовит? Вот не помнил момент, чтобы у меня был недостаток в тех, кто готовит. Как-то все складывалось. Ты посмотри. Да. Что я не слышала, что ты был женат. Не был, поэтому счастливый человек. Теперь берем цибулю, отправляем до маринады. Також мы кидаем два лавровых листка, одна чайная ложка соди и одна столовая ложка оциду. И на сколько долго должны вымачиваться оболочки? Годину. Миску нужно отправить в холодильник, а также накрыть ее обовязково харчевою плевкою. Ставлю. А сейчас мы подготовим все необходимые ингредиенты для классических ковбасок. Свинина и яловичная уже 15 минут находятся в холодильнике. Свина оболонка вымачивается. Окрим них вам понадобятся. Репчастая цибуля, коньяк, чеснок, соль, черный меленький перец, свежий тимьян. А сейчас секрет от меня. Абе сделать вкус ковбасок надзвичайными, мы еще додамо до мяса волосских орехов. Надейка, сначала вымкни чайник. Есть. Вот тебе чеснок. Дребно нарезать. Два зубка чеснока. Олексею, ты очень любишь цибуля. Отрезаем вот так. Мы оставим это, чтобы нам удобно было поддерживать, когда мы будем нарезать кубиком. Вот ты креативный продюсер лучших шоу-программ в стране. И ты такой, так, сейчас у меня получится не зваженит, а счастливый. А Кася, я не знаю, что у меня получится. Худые и злые. Это я, наверное, впервые сейчас скажу у вас, что я как раз трусливый. Боюсь, но делаю. Процесс идет, идет, идет. И все, я вхожу и уже про какой-либо страх забываю. Сегодня мы можем с тобой осуществить проект, прямо здесь, у меня на кухне, который зрителю будет точно интересен. Тебе для этого точно понадобится определенная смелость. Плюс ты исполнишь еще таким образом мое желание. Пообещай мне сейчас, преодолев свой, возможно, возникший уже страх, и не напрасно, что ты выполнишь это мое желание. Соберись. Да, обещаю. Все. Надейка, я бы попрошу, чтобы ты дала мне сито. Прошу. И цибульку всю сито. Так. Нам нужно сейчас цибульку обдать кропом, для того, чтобы сделать ее вкус более нежным, чтобы она нам не забывала вкусный меса. Надейка, подай, пожалуйста, грецкие орехи. Мы их нарезаем дребненьким кубиком. А что не так вот, как мы любим? Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк с калочкой? Вони могут выдать много жира, а будет много жира в наши ковбасы. А теперь мы берем еще одну пиалу и коньяк. В коньяке лучше разочиняются сухие специи. Мы добавляем чайную ложку соли, перец. Наденька, а ты пока что порви тимьян. Алексей, закидываю чеснок. И как долго это будет настаиваться великолепие? Пока мы не порежем мясо. Сейчас я достану мясо, а также рослинно-вершковый сумиш. Она нам сейчас надобится. Напомню, что мясо мы нарезали порционно и отправили в морозильную камеру, для того, чтобы оно слегка подмерзло. Именно в таком состоянии мясо будет легче нарубить меленькими кусочками, для того, чтобы готовить дальше колбаски. Вот, смотрите, мясо уже не такое мягкое. Оно уже, видишь, уже никуда не ломается. В то же время не превратилось в куски льда. Теперь мы берем и нарезаем мясо кубиком по полу сантиметра. Смотрите внимательно. Мы берем это мясо и разрезаем на пол. У нас вышло два куска вот такой толщины. Резем на маленькие брусочки. А далее нарезаем кубиками. Итак, Анита Луценко, Татьяна Денисова. Вот с такими красавицами тебе приписывали роман. И фотографии прилагают. Так что было дело? Могу сказать одно, что Таня Денисова, она потрясающая. Как джентльмена эту ситуацию комментировать не могу. А второй знаменитый роман, который мне приписывали, это с Яной Станишевской. Из «Холостяка». Яна очень близкий мне человек, действительно. Это такой почти идеал девушки для меня. А кто был инициатором окончания этих отношений, Алексей? А мы не говорили про отношения. Мясо нарезали дребным кубиком по полсантиметра. Все складаем в миску. Теперь мы додаем Цибулю Специи с коньяком Горьи И все хорошо перемешиваем Рученьками Рученьками Теперь нам нужно поставить пательню А для чего нам сковорода, Игорь? А это маленький секрет От меня Наливаем олени А теперь, уважно, если вы готовите Ковбаски вперше по какомусь рецепту То фарш нужно переверить На специи Потребно формовать одну котлетку Смак котлети Є смак майбутніх жарених ковбасок Адже, когда мы пробуем сирий фарш В мясе находится волога Яка потом выпаривается И мы можем пересолить, переперчить фарш А если мы пожарим котлету Вода выпаривается И мы будем знать, чи нам достатньо соли Или не достатньо То есть это пробно получается у нас Пока котлетка смажется Мы дійшли до первого питания теста Я с удовольствием его напомню Что сделать, чтобы фарш для колбасок Равномерно пропитался специями Ответил Алексей тщательно отбить фарш Если мы будем отбивать фарш Будет ставить просто щельнейшим А на специи он не будет влиять Нам нужно перевернуть котлетку Правильная ответственность Фарш нужно поставить в холодильник На одну годину Для того, чтобы мясо и специи Обменялись своими смаками Смаками Снимаем котлету Ой, как вкусно пахнет Класс? Ну что, Алексей, сель, перец потребна? Мне так вкусно, что мне ничего не надо Тогда берем плевку Накрываем фарш И отнесем его в холодильник Самое главное в этот момент не сорваться И не нажать просто котлет Фарш для нашей основной стравы Мы уже подготовили А теперь можем заниматься Подготованием фарша Для баварских колбасок И курячих колбасов Залишайтесь с нами И вы дизнаетесь Что нужно сделать Аби колбаски для грилля Добре зберегали свою форму А подчас смажения Набували ароматної хрусткої скоринки И при цьому не згорали Який ингредієнт Допоможе не пересушити колбаски Та як уникнути прилипання їх до решитки Сьогодні смакуємо м'ясні колбаски З яловичини та свинини З пікантною горіховою ноткою Запаморочливо смачні курячі колбаски З грибною начинкою Та відомі на весь світ Баварські колбаски А поки Спробуйте дати правильну відповідь На запитання кулінарної викторини М'ясо якої тварини Використовують для приготування Ковбасок в Ісландії Акули Тигра Кита Шубаки Тигра 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 Тигра